Девушки отдыхают Я, наверное, пойду на лодку Девушки отдыхают 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 под те веревки которые нам нужны я уже частично их позаводил здесь еще непонятна очередность ну вот так вот плавненько шаг за шагом мы эту всю мачту и разводим я вам уже показывал что у нас тут два ролика у них есть такой ход это видно лучше имеющий два вот таких ролика на которые мы сейчас вот эти два поменяем он несложно делается нужно вот отсюда пин вытащить вот он вылазит вот эти вот мы вытащили а теперь вот так вставляем так с этим все понятно ну что ставим его туда куда ему положено быть оставится он вот сюда так вот и здесь раз-два прикручиваются двумя такими большими болтами так все это собрано правда я рифы еще это все не проводил это не страшно начинаем поднимать бум и ставить его на мачту для этого у нас есть топин лифт он будет поднимать задний конец main халят будет поднимать переднюю часть паруса давайте так и сделаем ты пару сейчас снимать будешь неправильно хаба вверх ногами upside down так с этим понятно все сейчас я поднимаю заднюю часть топин лифт и на нем просто оттягиваю в сторону и и воля а у нас мы с этим могу сделать это вообще легко я могу это сделать этим меньше и кашкотом все вы просто положу на арку и мы его просто на арке аккуратненько выставим аккуратненько еще чуть-чуть может тебе помочь я там придержусь если его вот этим вот натянул и он просто отъедет назад и у нас будет нормальная позиция для того чтобы его ровно выставить отсюда то поприятнее будет там очень яркое солнце ты еще посматривай за веревками которые держат парус сюда вставляются вот так вот ролики только вот эта штука гнутая ну ты сначала все примерь и пойми которая из них точно гнутая но крайне огнутая равномернее равномернее так вот что проверяем ух теперь соседнюю ты сейчас сейчас мы ее выставим нормально тебе надо обе выгибать я еще не поснимала третий сорт не брак мы уже всунули это тем временем тем временем холивер мы засунули уже пин в бум и завели туда все ролики вдвоем вдвоем до при помощи отвертки и какой-то и смекалки и смекалки и ругали 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 вот так вот там важно было чтобы все четыре ролика встали на место и все прошло вот этой сквозной прекрасной штукой и с другой стороны вышло вот так то есть важно было одним пином и бум и часть вот эту видишь здесь коррозия сейчас я его намажу этим нашим горножижи как она выглядит лучше намажем тем потом легче снимать будет то есть у нас получается в местах контакта одна смазка а в местах где у нас болты и гайки другая давайте по смазке все бум поставлен на место серьезно а вот это не подожди парус делу не относится я пробуем говорил я тут он что красиво нормальный ты все уложено все проведено все заведено и все красиво строить мачту я вызвал ригеров сейчас они занимаются тем что делают настройки давайте я вам покажу как нужно прокладывать правильно рифы так мы натягиваем риф смотрим он поднимается ни с чем не путается затягиваем правый поднимается ни с чем не путается следующий поднимается главное чтобы они между собой были не перепутаны вот у нас заведено 4 вот так вот они у нас лежат вот и вот в такой очередности мы их сейчас запихнем в концевик самом концу за самом конце наверху загнуто немного назад и самое важное двери закрываются во всей лодке это на самом деле если перетянут и ланты тут двери могут спокойно не закрываться или закрываться туже сейчас вроде все в порядке то есть посмотрим как будет на ходу у нас в кокпите лежит вот наш радар мы его сняли а вот то чем занималась дина такие вот у нас кронштейны которые мы завтра прилепим на мачту кронштейн который будет держать радар ну и радар мы тоже завтра поставим что за страхи ты тут вытворяешь зачем тебе эта палка на руле скажи мне что ты собираешься делать я придумала конструкцию такую дурацкую на которой мы сейчас будем вешать веревки короче вот это вот конструкция это автопилот вот так вот руль держишь просто вот так вот его зажал и все вот тут работает настраивайте паруса правильно чтобы тогда рулить надо было меньше короче на самом деле для чего мы это все делаем будем вешать веревки а зачем мы будем вешать короче у нас такая сейчас есть тема раз мы уже занялись вот сменой всех веревок на лодке то сейчас мимо люди ездят так вот сейчас из нам мы купили такую специальную жидкость которая заплавляет агена выражение дипы подожди стой фокус не там дипы твипы the quick and easy way to finish rope ends вот-вот и я говорю finish rope ends короче это концы запаивать давай сейчас покажи как это делается много теорий надо больше практики хоба тут кисточка прямо кисточка такая жижечка так да вот так вот я бы себе вот это не делала на весу я бы взяла что-то такое что подержала канатика я бы тоже так сделала сраный экспромт но пока делай так слушай не можешь по красоте чтобы это все было красоте сейчас ну для импровизор я его использую для временной фиксации своих ракушек вот ты хочешь сказать что это вот так она держаться будет да ну ладно у меня так все держится так а теперь делаем так же только со всеми остальными ну вот например валяется зеленая вот зеленая ну прекрасная же прекрасная на а ты уверен что ее сначала не надо запаять да нет она запаяна у нас все запаяны ты просто какая-то не в фокусе вечно когда мимо проходишь а на сколько кстати на какую глубину какую промазать ну вот так я думаю нормально помню короче вот эта вот штука она немножечко разъедает волокна и получается она чуть чуть меньше потому что она их разъедает вау прямо вот хорошо намазала мне кажется где-то так хоба сохни ну что диночка ты уходишь я так понимаю да у нас важная задача те рифы вернее то как реализованы в этой лодке рифы меня всегда блин напрягало потому что на парусах и внизу идут блочки через которые оно все идет потом спереди на парусе идет такой шакель оно идет через шакель ну и вот когда вы это все тянете то конструкция достаточно жесткая я решил сделать небольшой тюнинг и купил вот такие вот колечки это типа low friction rings называется они используются вместо блочков потому что по внешнему и по внутреннему по внутренней плоскости веревки ездят очень легко и вот из таких вот колечек я решил сделать рифы так вот такое одно колечко стоит 18 евро оно сделано из алюминия и веревка дайнемо и теперь я вам покажу как делать быстро очень прикольный и классный карабин который будет реализован вот таким вот образом так обычно все как я вам уже говорил нужно делать с разметки но только это я вам показывал на видео как делать разметку но в данном случае я это размечать не буду потому что я и так это знаю и так берем колем делать будем очень быстро видео или было или будет уже на канале как это делать короче делаем раз делаем два протаскиваем вот получилось у нас вот получилось у нас вот такая вот петелька то есть берем и распрямляем всю нашу дайнемовскую веревку так с этим разобрались да то есть вот у нас есть кончик мы его сюда заправили вот получился вот такой вот сплайсинг теперь нам нужно выставить его размер то есть мы берем блочок вставляем его вот сюда сейчас его растяну чуть-чуть сильнее так вот сюда вставляем блочок вот так он будет видите вот этого расстояния для того чтобы его в себя пропустить нам не хватит поэтому нам нужно сделать его немножечко больше так проверяем можно еще буквально чуть-чуть так все с этим готовы теперь берем вот видите вот здесь вот у нас ползет этот ползет внутренний шов внутренний корт внутри оплетки теперь прокалываем и берем иголочка ниточку и прошиваем чтобы она у нас отсюда уже никуда не улетел шьется очень легко делаем такой полуоборот сейчас я так сяду чтобы было видно лучше дайнема шьется вообще идеально потому что веревка пористая такс есть три стежка отступаем в сторону где у нас сама веревка дальше раз видите да и делаем еще три стежка только чуть-чуть в стороне теперь возвращаемся вот сюда вот и начинаем шить с обратной стороны также три стежка вот так раз два ну их затягиваем каждый раз чтобы они плотно были три так с этим есть теперь далее как мы заправляем нитку вот так вот ее заправляем куда-нибудь сюда вынимаем пережигаем вот она у нас торчит а вот так уже не торчит теперь мы вот это вот все вытягиваем потому что это то как будет у нас держаться блок теперь смотрите у нас есть вот этот тут конец мы просто ищем то место где вот он сейчас когда вытянут изнутри будет будет заходить вот намечаем точку вот она вот 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 и вставляем ее туда вот насколько хватит у вас места так все есть далее прокалываем и вот когда у нас остается хвостик вот этот хвостик в него вставляем вставляем вот так и протаскиваем насквозь все протащили вот а теперь вот это все растягиваем во все стороны растягиваем так вот получилось видите такая петелька то как это делаю я вот в этом месте я также беру иголку и также прошиваю но в данном случае этого можно не делать но я люблю когда все у меня крепко и я этому доверяю так вот такая вот штука у нас получилось теперь берем в нее вставляем блочок вот так вот туго его вставляем а теперь берем иголку и просто вот так вот тупо сшиваем их вместе так все это заправлено лишнее отжигаем так все так все вот получился вот такой вот блочок вот так вот он у нас будет заплетаться внутрь а теперь давайте его оденем на парус вот такая вот история получается то есть вот мы его один в друг в другой проделе вот он у нас висит и через него будут проходить скользкие и скользить наши рифы вот такая вот история несложно пять минут работы ну десять минут даже пятнадцать и у вас получается один блочок который вы сами себе красиво сделали здесь попылесосил так вот мы вернули все в исходное состояние два мессенджера которые идут на топ мачты и посрединке какая вот эта защита кривая у нас идет через эту жижу которая спасает от всего так надо от стон подтереть ну так все вот еще установили один новый кабель-канал вот мы собрали уже все паруса подключили все веревки ну и вот собственно все мы готовы для того чтобы дальше ставить передний парус и вперед может быть только здесь порядок наведем да, Диночка? везде порядок навести и вот еще кое-что у нас тут закончить ну вот друзья мы после бот-ярда вышли уже поставили лодку на якорь на этом наша техническая эпопея практически закончилась осталось поставить передний парус и пока мы стоим вот здесь вот вдалеке бот-ярд а здесь уже мост с голландской стороной взлетают самолетики и на этом наша техническая серия роликов подошла к концу дальше мы выходим и идем напрямую в доминиканскую республику и через несколько дней уже планируем быть там но это уже будет ролик о переходе проверьте лайк подписаны ли вы на канал и до встречи уже через несколько дней в следующей серии и мы вам будем рассказывать опять что-нибудь о яхтинге пока друзья и и и и и и